galaxy raiders adventures галактические рейдер приключения хардфайтеры рассмотрели немного хардфайтеры и там сферофайтеры хардфайтер имеет возможность например ну хардфайтер их дроид ничьи они на бота это на уровне заплаты на бота срабатывает только на межоструктурной дроне потом говорят рекордный корпус там рейдера это отдельный корпус а в ингу типы корпусов рассматривает это как говорится может зависеть если там 5 сторон рейдера и еще 5 раз это 25 там визов например может базовых только быть каких-то корпусов в принципе у них один что нанобот делает заливку он восстанавливает на низко например ну какой-то ареал из бронекугу или бронепластин покрывает заливку наноботами и дроид то же самое дроид работает в мире он экономит один нанобот который что-то там покроют ну он рассчитывает ты таких наводек там как у него класс что он должен покрыться ну и выгодой покрыть все излишек он то броня не будет воспринимать излишек он испаряется ну типа исчезает и там какие-то остатки в зависимости тоже от покачки персонажа что он может там что-то все возвращать ну если вампирская там то что чем-то ну броня то она может обратно поглотить но она все типа обратно выйдет или куда-то но не всегда не структурно это то есть вампирская но вампирам как бы нужны и на новой если я раздолбаливался корабль ну корабли разного размера то надо искать другой корабль это другой корпус другой бронекорпус а мы говорили бронекорпус починки дроидам он говорит что дроидский бронекорпус и все ну потому что здесь все они бронекорпусы рейдерский бронекорпус что-то подразумевает то есть у нас галактические рейдеры играем космические рейдеры практически рейдеры потому что ну рейд там как бы не получается в игре вылететь просто и вернуться то есть если корабль полетел то он обязательно на хвост не цепляет вторгателя ему танки кстати и они полетят и могут за ним полететь ну то есть он летел в дальнем прыжке персонаж прыгнул на корабле ну один а может там и со сквадами лететь и хочет куда-то прорваться туда например в призрачный мир он еще оставался в полуокруженном этом сфере коалиции например или вообще там практически там окруженных он пропрызнул когда вперед полетел там нашел призрачные миры взяли базу под контроль ну к примеру там есть пираты ну или зонеры там то есть свободные зонеры они там летают а корабль прилетел берет под контроль базу например а база принадлежала темным пиратам ну так типа чтоб ну что то рейнджеры захватили а рейнджеры пираты ну как бы то нету претензий ни к этим свободным зонерам ну фри зонерам и быть пиратам там округи пиратам призрачных миров но они могут друг друга поддерживать и пока сейчас похватятся все это далеко ну не факт что допустим это была отбитая база какая в темных пиратов ну в темных акул о том кто если там лидер прогорел в темных акул ну там где-то их банда то все ну тут они типа отшелами жили но никто этого не знал ну или инфа была там например и база перезахвачена может кого-то удалось на свою сторону там переманить или принудить перейтись ну с балмашном типа пристрадить ну для того там нейтрализаторы лазерные мячи и прочее ну чтоб при столкновении можно было чем-то шинтажировать можно да там ржать с лазерами и с пластером пытаться ну пластером на самом деле мастер-пластером ну он большой для этого ну это не столь мы смотрим ситуацию про хардфайтеры что хардфайтер он линейно или так то есть если бы прилетел коровец то коровец на что рассчитывать другие корабли что-то куда-то где вон ну это не рыбер чтоб рыберс прилетели куда-то а теперь кого-то ждать а кого ж на что-то да блин вот хардфайтеры могут пролететь по системе предназначены для линей перелетом то есть он более линейно летит ну может там стрессить лево вправо вверх вниз там в основном или ягодной играть в девятку но бой вести он там в основном только в плоскости лево вправо то есть бой вести так как ведут пилоты кораблей типа через верх но только умажорит прямо там только в некоторых случаях чтобы вернуться в плоскость было ну то есть перелететь и вернуться обычно потому что такие файтеры ну пилоты редко перепрыгивают они предпочитают перепрыгнуть на сферах файтера которые более маневренные но считается выжимаемость как бы выше хотя может на самом деле это наоборот но просто сфера файтера меньше размеров и оборотные турели ну оборотные пушки можно назвать турели то есть пушка вперед стреляла в каком-то секторе а в бок она не стреляет просто экономит там констракшн и и деньги как таковые ну и ресурсы затрачиваем на эту пушку ну например она не стреляет влево вправо ну сектор не говорит или а другая стреляет ну например таких дверей только можно три там собрать ну то есть две которые не стреляют в бок а одна которая стреляет или две которые одна при море стреляет другая ммм раэраборд ну то есть на корме а другие где-то по бокам там стоят ну можно еще какие-то пушки отдельные которые не специализированные но то уже по конкретной пушке которые могут там ползмашарами допустим бомбардным убить обстреливая чтобы но тут выстрелы с них будут на порядок там дороже то есть выстрелы там то пушки будут 10-20 раз по ресурсу и за счет что емкости там выше чтобы там вот урон и все ну там зарядки кунтумов но там в общем да все как бы относитесь к кто за противник то есть ну там мутантик совсем уже подбиты подгрызенные в отличие отбитие от другого улетит ну там за счет отбитое даются бонусы ну как бы растет опыт персонажа то есть хардфайтер летели 4 мутантикса сел они два хардфайтера в паре разбили одного мутантикса другого потом разошлись в стороны по плоскости и сели на хвост одному из мутантикс она и размерам может достигать размера полуфригат то есть он может и как канонерка ну мутантикс размером полфригата ну то есть декан який стар ku на полуфригата то что сможет размера Ну, т.е. это крупный жарболь, но чуть-чуть меньше, т.е. он как бы может в длину быть, или в ширину быть всегда там, в другую жарбу. Ну, обычно там размер считается комменезом-то, но это не всегда так. Все никакая чья-какая, никакого бурга. И вообще, фрегат это, ну, коалиции размера, а у них много не по-другому.